Итак, сегодня 27 апреля, мы находимся в Орловщине, в том месте, где я была больше пяти лет назад, лет, наверное, семь точно, в лагере, как называется, в Дзержинец, да-да-да, в Дзержинке, и вот это белая касса. Итак, мы все еще с Лизой идем по этому огромному лесу, я смотрю, тут так нормально людей, которые приехали на машине, шампурами, с огнем, с мангалом, со всеми делами, а я, будучи работник экспедиции, проехала с тремя шампурами, и то, не со своими, а с чужими. Лиза уже фиг знает где, я вот это иду, обсматриваюсь, ловлю вот эти все мгновения свои, замечательные. Я не знаю, что у меня сейчас опять с этим фокусом, но тут жабки поют, птички цверикают, коровы мукают, 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 все такое живное-вживное. Здесь находятся жабьи собрания, они выбирают депутата, депутата или мэра. Я ошалевшая, у меня спина болит, хребет, болит, я уже не могу реально вообще. Где мужики, Аня? Где мужики? У нас нет с тобой мужиков, ты видишь, у нас же с тобой ни машин, ни мужиков нет. Да, они тебя не цепляют вообще. Кто, старые пердуныч, хотели тебе помочь провести себя? А они на тебя, понимаешь? Они даже на меня это... Аня, они даже меня не видели, они 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 не видели мой высокий рост. Ой, мне бы в эту хатынку, ты посмотри, двухэтажная, как мы любим, все дела, лень, все сексуально, все хорошо. Ой, лизочек, лизочек, а? Речка есть, это хорошо, отлично. Ну блин, мы приехали в лес с тобой. Вообще никак не спасают. Мы мне, во-первых, сейчас не покупаемся, во-вторых, мы с таким раскладом могли просто поехать к нам на Днепр. А мы же в лес приехали. Лизочек, да, отвечай, отвечай, я помню нашу полянку отрядную, где мы гуляли, вот там, там, так красиво, лиза. Туда идти пять минут, это сразу же находится, сразу же находится Дзержинец. Возьми пять минут от Дзержинца или под Дзержинца? Да, и потом из той стороны... Или от Сюдова? Отсюдова. И, и, и мы пойдем не вот так вот, как мы шли вот это долго, а мы уже оттуда вот придем сразу же в Белую Акацию, чтобы мы не обходили так. Мы так всегда делали. Ой, я себя вижу у тебя в очках. Эхе-хе-хе. Дзерж. Оказывается, мы сюда приходили и здесь купались. С третьего, или там, с четвертого отряда по двенадцатый, или по одиннадцатый, сколько там было отрядов. А то непонятно, что за фигня вообще была. Тут уже сразу видно, что такое место социальное, типа, дети купали, ну, конечно, обидно. Пол третьего, а нам чуть лезли. Пол третьего уже? Боже, Лиза, мы даже не намешли еще места. Давай тогда точно на 21.10 уедем. Мы дошли до этого лагеря. Павлоградец. Блин, он даже как-то так ничего не изменился, я хочу туда дойти. Ой, здесь меня мама встречала с Оксаной. О, боже мой, сосны. Вот здесь, короче, малявки. Здесь десятый, одиннадцатый, двенадцатый отряд находятся. Вот и домик. Да, кажется, двенадцать было. О, вот этот пеликан, где все встречались. Блин, тут столько что травы много. И вот здесь дежурные были, я тут тоже когда-то дежурила. А, боже мой, ничего не изменилось как-то. И вот эти домики стрёмные, только по девять человек жили. Я была в лагере маяки. А тут даже так, просто вот так вот люди ходят. Так можно, да, видишь? Блин, как тут клево. Я был на море, который. А? Я был, конечно, лагерь, который был на море. Ну, конечно, он же на море, а тут в лесу. А я здесь даже на этой территории не была. Здесь, короче, вся элита живёт. Малолетки и директора, поняла? Да. Элита. Ну да, элита. А вот, вот здесь мы всегда делали зарядку. Напротив, кто-то Ленин, или кто-то Дзержинец, наверное, сам. Головы. И пеликан. У меня даже есть фотка, где я на этом пеликане. Ну, там охранник, походу. Где? А вот. А вот там, короче, идёт столовая, видишь, по-прямой стоит. Столовая, и там вот первые, вторые отряды. Вот так вот. Первый, второй, третий, четвёртый, пятый и шестой. Вот этот отряд. Почти всё везде одинаково. А здесь, короче, дорогой магазин, я помню, был. Дорогой. Такие цены, такие цены были. У нас уже есть возле каждого отряда, возле каждого корпуса лавочки. Круто очень. А ваше такое нету? Не мясо такие. Наконец, зашли до места, где мы гуляли с отрядом лесом. О, лесом. В лесу, я говорю, вообще, вроде её ещё не выпила. Тут, конечно, люди возле нас, ничего страшного. Ничего страшного, зато есть машина, музыка зато есть. И вот мы, скорее всего, будем на этом месте. Боже, тут вообще очень-очень много этих кирпичей. Мы так переживали, что их не найдём, так как у нас как-то три шампура. Ничего у нас нет. И мы тут нашли, и тут реально так хорошо. Ну, конечно, тут это люди, мне тут это не нравится. Хотела я себе интима. Ну, ладно, в принципе, тут слеза интима. Зачем мне? Какой слеза интим, да? Зато веселье, веселье, хорошо, сосеньки. Всё такое рыженькое, оранжененькое. Итак, мы уже распалили, распалили уже костёр. Лиза уже... А картошка не хочет прятаться? Картошка не хочет прятаться? У нас уже погас, я его даже страфировала. Лиза уже пронзила сосиски. Боже, на удивление, фотоаппарат уже хорошо снимает. Это я, между прочим, распалила костёр с первого раза. Всё по красавчику, как я могу. А если шишки надо покидать? Шишки? Не, не надо, от них вонь вообще идёт. Шишки не надо. А у нас ещё хлеб, да, есть? Хлеб можно. Ну, что сосиски сделаем? Я же понимаю, что уже сосиски ложить, Ань. Не, пускай ещё немного попает. Вот наша поляночка. Так, если мы не положим их, они просто будут леть. Поняла? Пропахивать. Как они будут жариться? Тут наши соседи стоят ещё с такой нормальной мусочкой. Вот они здесь, я видела, как они ссали. Боже, как тут хорошо, Лиза, скажи. Она такая охеренная в полянке сидит. Ай, Шли, такие дебри, боже, сколько мы прошли с тобой. Я показала бы всем своим мозолям вам. Но не могу. Носки не дырявые, но не могу. Сейчас мы уже сделали сосиски, Лиза сделала. Сейчас мы и делаем хлеб. Вот я нанизила на шампуры, шампура. И у нас вот такая красота получилась. Слава богу, да? На удивление, что не подгорело. Вот такие Лиза намалёк. Отлично. Гренки, гренки. Ну да, прикинь, какие они сейчас вкусные, да? Сейчас уже сколько времени? Пантулика времени. Привет всем. Сегодня мы на штуках. Мы сделали, точнее, Аня. С помощью Ани и для Ани мы собрались здесь. Сделали костёр. Вот это замечательный, знаменательный день. Когда родилась наша сметана. Мы его тут накрыли. Мини-стол. Мини-стол. Мы уже поели, мы уже даже очень голодные. Мы пока и нас сошли сюда. Мы съели мороженое, Гран-при. Такие довольнышись сумками. Правда, конечно, очень долго шли за огромный круг. Но я думаю, оно этого стоило. Потому что сейчас, на данный момент, находимся на очень прикольном поляне. Там, где почти даже не тушуков. На отряном месте. Да. То есть мы даже тут уединились с Аннетой. И нам тут реально очень прикольно. Очень хорошо. Действительно чувствую, что ты на природе. Лес вокруг. Слава, покажи, пожалуйста. С вами была Аня Светанчик. И Лизон ее корпоративщик. Подельщик. Подельщик. Не я подельщик, а ты под чем-то. Под чем-то. С вами зеленые макасы. Всем пока. С нашей маршруткой непонятные иконы идут. Какая там маршрутка? Европетровск! У-у-у!